Посмотри налево, потом направо и убедись, что тебя пропускают. Этим правилом нас учат с раннего детства. Речь идет о пешеходных переходах или по-простому «зебра». Когда правила заучены наизусть, а аварийность не снижается, можно посмотреть и на сам переход. Из более чем 46 тысяч, 15 тысяч не соответствуют техническим нормам безопасности дорожного движения. Такова ситуация в стране. А вот как обстоят дела в Нарьинмаре, выясняла наша съемочная группа. Как оказалось, подобных переходов по городу немало. За один только рейд нашей съемочной группы удалось найти несколько. А сколько их еще, остается только догадываться. Например, мы хотим перейти дорогу на улице Рыбников. Казалось бы, все хорошо. Есть и специальные дорожные знаки, указывающие на его наличие. Есть даже специальное место для того, чтобы перейти инвалидам или мамочкам с колясками. Но дальше что? Идем по пешеходному переходу. И упираемся в бордюр. И просто в отсутствие элементарной дороги. Следующий переход, который также явно не соответствует нормам, мы нашли по соседству, прямо в центре города. Куда только не приведут нас пешеходные переходы. Вот этот, например, привел нас в кусты. Рядом яма с люком, а по соседству расположен знак, который непонятно в каком направлении и высоте, явно не соответствующий нормам. Как раз для водителей. Всего в городе и поселке Искателей 182 пешеходных перехода. Накануне нового учебного года сотрудниками чистого города проводилась проверка, по результатам которой было выявлено множество недостатков об устройстве дорог. Ни у одного образовательной организации не установлены светофоры типа Т7. Затем не везде соответствуют дорожные знаки, то есть они синие, а должны быть на желтом фоне. Не у всех образовательных организаций на тот момент, когда проводились проверки, была нанесена разметка необходимая. В целом ситуация, как утверждают в ГИБДД, неплохая. По результатам проверки было выдано всего 6 предписаний. Что касается ДТП с участием пешеходов, то за 8 месяцев текущего года зарегистрировано всего 3 случая. В двух из них виноваты дети. Вообще дети часто становятся виновниками ДТП. Так, например, на этом видео. На нем четко видно, что мальчик перебегает дорогу в положенном месте, но водитель едва ли успевает его объехать. А ведь в правилах четко сказано, что перед тем, как выйти на пешеходный переход, необходимо самое главное убедиться, что водитель тебя видит и пропускает. Напомню, что требования ГОСТ по пешеходным переходам изменились довольно давно. Так, например, зебра должна быть уже не черно-белой, а желто-белой. Знаки пешеходный переход должны быть в рамке желтого цвета, при этом должны быть с двух сторон от столба. Переход ночью требуется освещать или выделять подсветкой. Вдоль дорог необходимо установить ограждение, чтобы ретивный пешеход не выскочил на дорогу в неположенном месте. И хоть статистика в нашем округе и не такая ужасающая, как в других городах, пешеходных переходов, которые оставляют желать лучшего, еще очень много.